Всем привет! С вами Медведь. Всех с наступающим Новым Годом. У меня тоже тут праздник. Я наконец-то доделал деда. Господи, сколько я мучился с этой ерундой. Сколько я его пытался доделать. Копил на него шмот. И вот под конец лиги уже 100, по-моему, второй день лиги. Или 103 даже. Я уже потерял счет. Настолько это давно было. Я наконец-то доделал его. Причем прикол в том, что в ССФХК его, естественно, весь шмот нужный для деда. Довольно трудно добыть. Но я уже про это говорил. С одной стороны, да, это правда. И, конечно же, нельзя просто пойти в трейд забить и купить все, что надо. Даже при наличии валюты. То есть у меня, к примеру, 48 экзольтов. Причем просто найденных с пола. Ну, я мог таких шмотов купить 10 штук. Но, естественно, надо все это самому найти. Соответственно, это намного сложнее. Но прикол в том, что оно не так трудно, как кажется. И некоторые такие думают, ой, блин, ССФХК, там, или просто ССФ. Черт, как я это все сделаю. Не, нифига, это не так сложно. Надо просто как бы знать, что фармить. Я сейчас быстренько босса пробегу и расскажу, собственно, как это все фармится. У меня здесь вот такая карта. Я уже ее зачистил, остался только босс. Просто протестируем дэмэдж, протестируем, как это все выглядит. Я не знаю, насколько это все будет действенно именно против боссов. Клир у него хороший. То есть, даже Т-16 он чистит очень быстро, вообще без вопросов. А вот боссов я понимаю, что тут проблемы есть небольшие. Сингл-таргет ДПС у него такой, ну, скажем так, ЗДПС в целом. Ну что, просто вот стоим, ни о чем не паримся. Я даже не знаю, что это за босс. Я вот этого босса, наверное, никогда не делал, по сути. Что он вообще делает? Что-то делает. Ну да, это ЗДПС. Это стопудово ЗДПС. То есть, едва-едва у босса двигается ХП. Я так полагаю, что на каком-то... Так, это что такое? Ага. Так, это что-то против меня там падает. Но прикол в том, что он танковый. То есть, у него 90% все резисты. У него там какой-то адский физикл-резист. То есть, он вообще ни о чем не парится. Просто стоит вот все лицом. Единственное, что, наверное, полезно в целом, это сохранять Arcane Search. То есть, мне надо иногда Flame Dash делать, чтобы у меня появлялся Arcane Search. Вот это, пожалуй, единственный момент. Так. Слишком много бафов. Я ничего не вижу. Я даже не знаю, что у меня вообще происходит. Довольно слабая мано-регенерация. Вот это мне тоже парит. Мне бы хотелось добавить хотя бы еще один уровень Clarity. Я понимаю, что вот что его вообще теоретически может шотнуть, этого деда. Его может шотнуть очень большой борст. То есть, если вот ему там прилетит какой-то огромный-огромный удар или два больших-больших удара, это его может шотнуть. Еще у него проблемы с хаосом. У него довольно низкий хаос-рез. И вообще хаос-рез пофиксить довольно сложно. То есть, чтобы на него поставить хороший хаос-рез, это надо реально постараться. В этом проблема. Это 93-й уровень. Конечно, тут еще можно на него наформить что-нибудь. Я думаю, что я его, может, до 94-го, до 95-го доформлю. Но, если честно, мне уже лень, поэтому я уже как бы морально готов к новой лиге. Я уже мысленно в эту лигу наигрался. И мне больше хотелось бы просто поэкспериментировать. Ну, разные такие прикольные штучки поделать. А еще его гасит вот что-то, если на земле лежит. На земле валяется какой-нибудь дегенерация. Вот это довольно сильно гасит деда. Потому что у него в основном все против именно обычных ударов, но не дегенерации. А по дегенерации нужно просто сопротивляться регенам. Реген у него хороший. Как видите, у меня стоит righteous fire. Но жизнь практически не уменьшается. Ну, если уменьшается, то совсем немножко. Но из-за этого у меня довольно низкая регенерация. Если бы у меня был не буллес, есть такой, в трейде в основном все не буллес используются. Он из кортекса падает. Вот. С не буллесом можно себе позволить убрать righteous fire. И только вал righteous fire использовать иногда, когда тебе нужен борст. Для босса, например. А так и обычный righteous fire не использовать. Соответственно, с не буллесом очень-очень большая регенерация. У меня не буллеса нет. И кортекса я вообще в жизни не видел. Я даже не знаю, что там внутри. Я просто, для меня это какая-то легенда, которую я чисто понаслышке знаю. Но не более того. Но если я когда-нибудь кортекс найду, мне надо будет сразу разобраться, что там за босс. Потому что я слышал, что там такой довольно риповый босс. Ну, еще проблема вот с этими картами, вот эти distant memory, ну и кортекс в том числе, это то, что там всякие моды могут быть очень дикие. Какие-то совершенно, ну, особенно там двойные projectile или что-нибудь такое. Какой-нибудь крит-3, там какая-нибудь дичь, короче, может произойти. И все. И вы тогда, по сути, никогда и не сделаете. Этот в ХК, если у вас обычный какой-то не супер танковый персонаж, то, скорее всего, это просто повод рипнуться. Банки я вообще не использовал ни одной за все, за весь файт. О, вот меня подожгли. Вот Ignite меня сильно взял. Ignite меня довольно сильно ударил. Надо как-то подумать, как от Ignite. У меня какие пантероны стоят? Да, Ignite, конечно. Он, конечно, против него очень плохо действует. Надо подумать, как это от этого избавиться. Ignite прямо мой враг. Так, ну вот все, значит, это сделано. Какой-то говношлем выпал бесполезный. Какая-то ерунда, короче. Бесполезный. Так, ну что, дед, значит, как это все работает? Ну, все деда знают. Я уверен, что все, кто хоть немножко разбираются в современном пое, примерно представляют, что такое дед с аурами. Здесь все стандартно, здесь никакого удивления нет. В принципе, все это фармится просто вот, ну, тупо вот, ну, кластеры и кластеры. Как бы вот надо... Я в моем случае, как бы, я просто грабеж бегал, и все кластеры, все джувелы, кластеры джувелы, я все их открывал. То есть делириум обязательно этот сундук открываю, если я вижу эту награду. Прямо стопудово. Для этого, в частности, был в Индере. В следующей лиге посмотрим, как это будет все работать, я не знаю пока что. Но в следующей лиге, скорее всего, тоже можно будет как-то фармить делириум. Вот. Сам делириум я, ну, то есть я не ходил там, не тыкал в мап-девайсе такой, о, надо делириум пробежать. То есть такого я не делал. Это все из грабежа. Вот. То есть все тут понятно. Это, я думаю, тут ничего странного нет. Два момента. Здесь есть вот интуитив лип, который сохраняет здесь пару поинтов. На самом деле это не суперважно. Это кажется, что, о, блин, у меня нет интуитив лип. Не, нифига, вы здесь можете добрать эти два поинта, ничего страшного. Но зато здесь поставите нормальный джуэл. Это не так плохо. Здесь есть еще один неплохой поинт. Вот здесь вместо тумаднес. Как бы да, это прикольно, но в моем случае я его не брал. Я просто забил, как бы ничего страшного от этого не произойдет. Might of Meek приятно. Но опять же, даже без Might of Meek то же самое. Можно поставить просто хороший джуэл с какой-нибудь там Energy Shield или там On Slot On Kill. То есть, ну, дофига разных вариантов для хорошего джуэла. То есть, Might of Meek тоже необязательный. Вот. То есть, по дереву здесь все понятно. Наверное, самое дорогое во всем дереве – это вот эта нода через амулет. Она стоит золотое масло. Ну, золотое масло, конечно, надо постараться. Это не так-то просто. Ну, ну, не критично, как бы. Наверное, как-то можно обойти и вот этот момент тоже. Надо просто подумать как. Вот. Ну, это вот, я говорю, по дереву вот это стопудово самое дорогое. И именно в ССФХК, потому что золотое масло в ССФХК – это надо долго фармить. Реально просто вот тупо фармить и должно либо повезти, либо просто постоянно апгрейдить масло. Все остальное все понятно. У меня еще вот эта штука выпала сама. Я даже просто, ну, так чисто на автомате ее коррупцию сделал, и она мне прокнула. Но она тоже, я понимаю, не критична. Это всего 1%. Не то, чтобы это прям супер страшно. 1% и 1%. Что тут такого? Вот. И Чимонжи падает постоянно просто, ну, особенно в грабеже. В следующей лиге то же самое будет. Просто все с уникалками. Я, наверное, штук 20 из Чимонжи у меня было. Я их уже начал коррупцировать, но ни одной хорошей коррупции мне не вышло. Там, по идее, есть прикольное. Вот. Кстати, я еще здесь должен добавить. Вот здесь у меня пустое гнездо. Я сюда хочу поставить смайт. Смайт добавляет Lightning Damage. Это надо просто. Я еще тут не придумал вообще весь сетап с камнями. Не совсем все продумал, но у меня примерно уже какая-то идея есть. Так, что-то у меня здесь не горит. А вот это вот. Вот теперь все нормально. Это я, получается, без хейста играл. Черт. Наверное, поэтому так медленно дох, босс. Я забыл хейст поставить. Это жесть. Вот здесь главное не пропустить, потому что вау-версии, они что же горят? И ты такой, блин, надо не пропустить что-то. Так. Что дальше? Значит, по шмоту. По шмоту я, кстати... О, подождите. Прежде чем до шмота пойду, я еще кое-что скажу. Деда лучше не играть с ним с нуля вот с этим вот. То есть, если, допустим, вы уже собрали весь шмот и такой, о, сейчас создам деда и буду играть дедом вот этим вот. Не, нифига. Он примерно с 90, может быть, второго только уровня. У него хватает поинтов на все ключевое. Поэтому этот билд, это реально лейтовый билд, который начина... У меня даже не все поинты. Я вот, к примеру, здесь не могу поставить поинт. Я здесь не могу поставить поинт. Здесь не могу. То есть, у меня даже на 93 уровне, дед взялся за дубину, у меня не хватает поинтов. Соответственно, с нуля вы им не сможете играть. Им надо наформить. Есть два варианта. Есть хороший вариант взять спектров. Спектров и, например, скелетов. И со спектрами скелетами вот здесь вот эти поинты поставить и просто побегать на фармить. Это очень быстро фармится. То есть, спектры, суперфермеры, скелеты то же самое, очень-очень быстро фармят. Набивают именно уровни. То есть, там можно даже до 95 уровня фармить на спектрах, а потом только переключиться на ауры. Это первый вариант. Второй вариант, я бы сказал, даже более быстрый. Это вместо гвардиана взять иерофанта, а потом респектнуться в гвардиана. Потому что иерофант – это вообще самый быстрый фермер. У меня про него уже видео было, где иерофант с тотемами – это просто, просто он, ну, настолько быстро фармит все. Это просто жесть. Просто жесть. Поэтому это, я бы сказал, самый предпочтительный вариант. Самое главное упущение, пока я фармил, у меня были арки. И мне нужен был 21 арк. Я их поставил там штук, наверное, я не помню, то ли 10, то ли 11. И фармил сразу 11 арков. И ни один из них не прокнул. У меня только 20 арк, а нужен 21. Вот это тоже, как бы, большая проблема с DPS. У меня не прокачаны все камни. У меня здесь вот этот качается, вот этот качается. Остальные более-менее прокачаны. Вот, ну, вот этот тоже. По, значит, остальным все стандартно. Ауры. Что важно? Что лучше всего 21? Это purity of fire. У меня только 20. Я бы его тоже еще поформил. Purity of ice. То же самое. Потому что он добавит еще maximum cold resistance. И purity of lightning. Purity of lightning у меня есть отсюда, есть реальный делюжен. Это довольно редкие ботинки. Значит, я рассказываю секрет, как их наформить. Тем не менее, можно их наформить в SSF. Нужно идти, естественно, в DELF. И фармить, вот оставаться где-то в районе 70-71 уровня. На 70-71. Даже можно там, ну, примерно, примерно. 70-71. И вы его фармите вот только на этом уровне. И никуда не спускаетесь. Да, у вас будет меньше городов вот таких появляться, где теоретически может выпасть эта карта. Ну, вот такие города. С боссом. Но зато, как бы, вы можете идти, ну, очень-очень долго. То есть, на самом деле, чем идти куда-то там вниз, там, на 83-й, поймите, в чем еще проблема, как бы. Допустим, вы фармите спуск на 83-м уровне. И вы такие, о, у меня здесь город, здесь город. И там, допустим, босс. Но то, что босс выкинет эту карту, не такой высокий шанс. И, соответственно, вам постоянно нужен больше сульфита, вам надо постоянно возвращаться в карты и так далее. А здесь прикольно фармить и резонаторы, и четырехдыровые, да, четырехдыровые резонаторы, и ископаемые. Вот 70-71 – это просто идеально. Просто идеально. И много еще вообще чего полезного. Я там спектровую грудь нашел. То есть, как бы, это, ну, вот это стопудово. Спуск на 70-71 – это самое лучшее. Для ССФ прям стопудово. В трейде можно что угодно делать. Вот так формятся эти, эти ботинки. Они очень сильные. Они, обычно люди используют синтрек, у кого нет таких ботинок. Синтрек тоже неплохие, но эти намного лучше. Они прям намного-намного лучше. Обычный, обычный просто поясок для максимального ЕС. Про Маллигар и Виртуосец я уже рассказывал, как их формить, как они формятся. Это дичь. Это просто жесть. Но, возможно, особенно в грабеже, у меня даже еще лишняя карта за Битрейл появилась. Я после этого еще одну нашел. То есть, я в теории мог бы еще одну наформить сет. Но не буду. Call of the Browser ход необязательный. Он лучше, конечно же, если их два. Это вообще шикарно. Но это не обязательно. Как бы, ну, это уже больше такое, типа, nice to have. Особенно, если есть не буллис. Вот. Обычный, обычный вот какое-нибудь такое колечко. Вот, к примеру, у меня есть, которое курсит еще Elemental Weakness. То есть, мне надо самому сделать курс. Прекрасно. Все работает без вопросов. Презенсов Чаюла. Тоже, если помните, в прошлом видео, в одном из прошлых видео я его наформил. Из Чаюлы. Это, конечно же, очень важно. Для этого билда это прям надо. То есть, без него тяжеловато. По разным причинам. Но, наверное, даже его можно в теории заменить. Что точно важно. Chevron Rappings. Chevron Rappings, на самом деле, у меня их, по-моему, то ли три, то ли сколько-то. Она довольно редкая, конечно же. Сама по себе она довольно редко падает. Но она у меня и сама падала тоже. Но вообще она тоже, она легко формится. Она намного проще нафармить Chevron Rappings, чем олигарх и виртуалист. Как она формится? Это карта The Offering. Вот у меня их уже шесть штук. У меня скоро еще одна будет. Эта карта, она, во-первых, падает, естественно, в обычном грабеже. Она падает, ну и в будущей лиге она тоже через какую-то лиговую систему будет падать. Сто пудо. Она падает из вот этих карточек. А, как это называется? Такие дексы есть, которые просто как валюта. Которые карты как случайная, случайная валюта, которая дает случайные карты. Через деки вот эти она выпадает часто. И самое главное, ее как вот легко именно нацеленно формить. Она падает в карте Scriptorium. Scriptorium, там босс, наверное, ну, я бы сказал, что он кидает одну из десяти, наверное. То есть 10% шанса того, что босс выкинет карту The Offering. Еще, кроме того, он кидает еще одну карту, которая называется что-то там, Chevron что-то. Короче, еще одну дополнительную карту. И эта карта сдается на случайную вещь, Chevron. То есть тоже в теории может попасть Chevron Rappings. То есть тоже прикольно. Вообще без вопросов. Вот эта формится очень легко. Это кажется, что она такая редкая. Она вообще даже близко не редкая. Этот щит, у меня их штук 10 было. Я их пытался коробка коптить всю лигу. Ни одного хорошего, ни одного хорошего копчения не произошло, к сожалению. Потому что есть хорошие, очень-очень хорошие варианты для копчения щита. Ну, у меня не вышло. Просто, ну, щит как бы. Ну да, он, наверное, более редкий, чем обычный. Но тоже их очень много выпадает. Вообще без вопросов. Есть другой, более редкий щит, которого там 5% Max Cold Ries. Вот тот мне вообще никогда не выпадал. А вот этого очень много валилось. Вот такой вот у меня есть Helm. Он необязательный. Он очень крутой. Я его еще потом на Exalted на него закину. Но вообще используется для этой цели Альфа-Схал. Их тоже можно корруппить. У них есть даже минус Mana Reserve коррупция. Спорно, что лучше это или это. Этот мне больше нравится. Он просто более модный такой. Я не хочу с головой волка ходить, как придурок. То есть, да, этот билд, да, он кажется, что он такой затратный для SSF ХК. На самом деле, ну, реально несложно его собрать. В какой-то степени. Ну и получается в результате такого персонажа, который практически неубиваемый. То есть, его, вот, мы видели, что его Ignite очень сильно гасит. Надо с Ignite, естественно, очень осторожно. Я бы сказал, можно поставить банку на Ignite. То есть, даже две банки. Одну на Ignite. Одну на Bleed. Проблема в том, что Ignite будет гасить Righteous Fire. Тогда надо будет его заново включать. Ну, как-то так. Righteous Fire, кстати, необязательный. Если кажется, что это слишком опасно, можно его не ставить. Он не супер нужный. 30% дэмэджа, ну, можно и обойтись, в принципе. Вот как-то так. Такой вот дед. Я потом на что-нибудь более серьезное его протестирую. Типа какой-нибудь Uber Elder или что-нибудь такое. Пока что просто у меня даже нет там недостаточно фрагментов, чтобы это все начать. Вот. Ну, вот так. Как-то так. Как-то так. Ну, что же. Всех с наступающим. Скоро новая лига. Будем обсуждать. Субтитры сделал DimaTorzok.